Только эта табличка, пролежавшая на чердаке несколько десятилетий, напоминает о том, что до революции в России школа Вусова была церковно-приходской. Сегодня к истории смогли прикоснуться все, кто приехал на церемонию освящения здания школы императрицы Марии Александровны. И услышав моление их, благое намерение дела, их благослови, и благополучно начайте, и спешно, кроме всякого приятеля. Чин освящения исторического здания школы Вусова состоялся 20 июня. Молебен приурочили к началу работ по созданию здесь музея школы и детства. Это удивительный, знаменательный день для всех нас, потому что мы прокладываем императорский маршрут в Московской области. И одним из важнейших звеньев этого императорского маршрута является Одинцовский округ, потому что именно здесь, на берегах реки Москвы, в семи селах, среди которых было и Ильинское с Усовым, находилась единственная в Подмосковье императорская усадьба. По словам главы муниципалитета Андрея Иванова, будут созданы несколько музеев на территории Одинцовского и Красногорского городских округов. Они войдут в туристический кластер Ильинское-Усово на императорском маршруте в Подмосковье. В ближайшем будущем у нас будет создана на территории отдельное структурное подразделение под названием «Музей» Александр Федоровна и Ильин. Мы вместе с вами берем здесь ленточку и, видимо, запустим первую экспозицию, которая будет радовать и местных, и, безусловно, всех тех паломников, ценителей истории, культуры нашего государства. Администрация Одинцовского округа принимает самое активное участие в проекте совместно с фондом Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия. Эта важная работа по сохранению исторического и культурного наследия страны будет продолжена. Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. Администрация Одинцова